Да. Ну, на самом деле, в нынешних условиях имело смысл бы рассказывать, как оно было до и как оно сейчас. Потому что то, что текущие события в мире, они данную профессию в России перетряхнули и перетряхнут очень сильно. То есть, например, давайте начнем по порядку, да, то есть по типам происхождения букв, как они появлялись. То есть, если вы каллиграф, профессиональный каллиграф – это отсутствующая в России профессия по большому счету, да. То есть, профессиональный каллиграф может зарабатывать деньги только одной историей в России – преподавать каллиграфию. Точка. Вот. Все остальные вещи, они крайне сезонны, крайне зависят от места времени нахождения, потому что, например, если в Питере и Москве вы можете быть каллиграфом, писать работы, продавать их за деньги, участвовать в выставках за деньги и там продавать свои работы. И к вам через выставки будут приходить заказчики на большие или небольшие заказы. Но это непрогнозируемая история, раз. И это единственное место в России – Москва, Питер, где есть рынок. И даже, в принципе, нужно сузить до Москвы, потому что Питер – такая история спонтанная, денег там меньше. То есть, людей, которые занимаются чистой каллиграфией – это исключительно преподаватели. То есть, дизайнеров каллиграфов в природе не существует. Те замечательные образцы каллиграфии, которые появляются на коммерческих образцах – это, как правило, студия выискивает каллиграфа, который занимается разными коммерческими заказами, заказывает у него ту или иную каллиграфическую работу, и тем самым каллиграф получает деньги. Можно ли получать большие деньги за такого рода работы? Да, можно. Особенно, если вы прикрепляетесь к какой-то студии, которая, скажем так, специализируется на дизайнах, где каллиграфия наиболее востребована. Например, это может быть работа с алкогольными брендами. То есть, то, что связано с алкогольными этикетками – это всегда очень дорого, это всегда очень подковано с точки зрения лицензирования изображений, которые используют подобного рода студии. То есть, вы не можете позволить себе просто взять шрифт, поставить на этикетку вина, вы потом получите такие судебные иски, что вам не понравится. Поэтому каллиграфы, которые работают с подобным родом студиями, они, конечно, получают деньги, но, опять-таки, это не постоянная дизайнерская должность, это именно разовый проект. То есть, можно сразу настраивать себя, что я буду на жизнь подрабатывать каллиграфией. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы будете подрабатывать на жизнь каллиграфией, в зависимости от, скажем так, ваших наклонностей. Есть еще масса более низкого уровня, более низкий ценовой сегмент. Это когда вы занимаетесь подписыванием свадебных открыток подобного рода, ну, я это называю женской индустрией, да, то есть, поскольку эта сфера, она востребовалась в самом среде женщин. То есть, огромное количество всякой бумаги сейчас издается с разного рода каллиграфии. Но тут четко есть гендерная история, потому что я не знаю ни одного мужчины, кто вошел бы, ворвался бы в рынок свадебной каллиграфии со своей волшебной свадебной каллиграфией. Вот. И не знаю ни одного мужчины, который бы ворвался в мир, там, не знаю, там, открыток, например, да, там, современной иллюстрации со своим мужским почерком. Тут все-таки гендерная история у нас сильно сохраняется. И там, конечно, заработки небольшие. То есть, рассказы на то, что я сходил на курсы каллиграфии и с тех пор зарабатываю бешеные деньги, там, у меня заказчики дрон прут, и на маркетплейсах все продается. Это все сказки. Вот. Вот. Есть еще интересный феномен. Чем более профессиональная ваша работа в сфере букв, там, например, каллиграфия или леттеринг, тем меньше у вас продажи на маркетплейсах. На маркетплейсах продается больше всего такая массовая, не особо качественная каллиграфия. То есть, феномен нужно изучать, но факт остается фактом. То есть, я не знаю ни одного профессионального леттера или каллиграфа, который на маркетплейсах зарабатывал бы хорошие деньги. Просто их нет. Там, как бы не раскрою коммерческую тайну, я зарабатываю на маркетплейсах, и, например, на шаттерстоке, а я загружаю туда исключительно буквы ничего больше, за три года я заработал чуть больше 200 долларов. Ну, там, пусть будет 260 долларов. То есть, можете сравнить, да, там три года закачки каких-то материалов. Если бы я занимался этим целенаправленно, да, то есть, прям вот хотел зарабатывать на шипер-слуги, мне бы было очень обидно, конечно. С другой стороны, есть прецеденты, когда люди, продающие на marketplace 10 надписей, также зарабатывали 200 долларов, но эти надписи, они, мягко говоря, вызывают удивление. А что же там такого, да? Ну, вот если ты попал в какой-то рыночный сегмент, а это опять-таки, говорю, что сейчас это все-таки гендерная история, и покупать больше всего женскую каллиграфию, женское письмо, вот такие мягкие буковки с завитушками, то ты можешь заработать. Если ты делаешь леттеринг, который ты, в принципе, продаешь студиям коммерческим, на marketplace, это, по-моему, не востребован вообще, от слова вообще. Редко, когда бывает так, что какая-то надпись в силу, там, вот, можно угадать, с каким-то словом написать его, его не было на marketplace, а оно оказывается востребованным дизайнером во всем мире. И тогда оно начинает как-то покупаться, но, опять-таки, деньги, которые нам принесет, не знаю, там, за три года, самая продаваемая надпись принесла мне, там, 50 долларов, например, да, то есть, поэтому я зарабатываю на marketplace, а эта история не про буквы. Это история про дизайнеров-иллюстраторов, это история про дизайнеров, которые создают какого-либо паттерна для дизайна, который попсовывает какие-либо узорчики, какие-либо такие маленькие миленькие иллюстрации, там, да, про буквы нет. Это мы поговорили про каллиграфов. В современном мире то, что произошло, никак на каллиграфии, скорее всего, не скажется, потому что, это такая история, которая и так не была представлена в рынке, то есть, рушатся рынки, там нечему рушиться. Вот, то есть, поэтому люди, которые занимались каллиграфией, они могут спокойно продолжать каллиграфию. Они как не зарабатывали, так и не будут зарабатывать. Вот. При этом я повторюсь, что преподаватели и каллиграфические школы, которые есть, они, в принципе, это вполне востребованная профессия, но она все-таки единичная. Такого, что вы в маленьком городе откладываешь школу каллиграфии на протяжении многих-многих лет зарабатываете в этом городе, преподавая каллиграфические курсы, тоже не будет. Это история, которая набрала пик, и, скорее всего, дальше у нас будет наблюдать падение, да, потому что мода, она все-таки скачкообразна. Нет тенденций, которые говорят о том, что люди еще больше будут ходить на курсы каллиграфии. То есть, в Нижнем Новгороде, я не знаю, порядка, наверное, 3-4 мест, куда вы можете записаться на разного качества курса, где-то вас больше будут развлекать, где-то вас будут учить профессионально, но 4 места для этого города – это переизбыток, да, то есть, соответственно, даже эти 4 места переманивают друг у друга себя в учеников и, соответственно, переманивают ту публику, которая может ходить. Каллиграфия закрыли. Вопросы есть? Нет. Перейдем к тому, чем занимаюсь я. Леттеринг, да, то есть промежуточная история до типографики, то есть буквы, которые рисуются. Леттеринг – это очень коммерческая история, это очень продажная история, и она, в принципе, появилась на свет божий как коммерческая история. То есть, изначально леттеринг – это рисованные буквы, которые были востребованы именно в коммерции. То есть, у меня было такого, что сидел художник и думал, «Хм, порисуй какая буква». То есть, это всегда диктовалось коммерческой необходимостью. И если смотреть, например, на, скажем так, вот сейчас идет дискуссия по поводу того, что можно относить к леттерингу и что нельзя относить к леттерингу, если смотреть на американские трактовки, прям очень четко видно, что они пытаются стили леттеринга привязать к их коммерческому использованию. То есть, например, совершенно как бы нормально считать, что есть такое направление, как сайн-пейтинг. Сайн-пейтинг, да, то есть, дословно с английского – рисование вывесок. Описывает ли слово сайн-пейтинг стилистику рисуемых букв? Не описывает никак. Буквы могут быть какими угодно. Но при этом есть стереотип, что исторический леттеринг употреблялся именно в сайн-пейтинге, там есть какой-то ограниченный набор стилей, и давайте мы будем считать просто по факту эти стили леттеринга. При том, что среди этих стилей могут быть каллиграфические стили, то есть, не нарисованные, а написанные. Никого это не смущает. Исторически леттеринг появится в сайн-пейтинге в том числе. Вот. Поэтому леттеринг прочно связан с рынком, и здесь, конечно, уже можно обсуждать, куда пойти, чем заняться. И если до текущих событий у вас, в принципе, можно было бы выделить некое мейнстрим-направление, которое позволяло леттереру выйти на какой-то достойный заработок. То есть, прокачка собственных скиллов сначала на собственных проектах, более дешевых проектах, местных проектов, там надписи для друзей, надписи для мелких брендов одежды, работа с местным локальным бизнесом, выход на российский рынок, выход на маркетплейсы, просто чтобы расширить трудозор, и люди как-то тебя находили. То есть, очень часто можно выставить надпись на маркетплейсе, а тебя потом найдут и закажут у тебя уже леттеринг, они будут покупать готовый. И дальше переход на мировой рынок, где, собственно, происходило то, что должно происходить с любым специалистом дизайном, то есть, выход на мировой уровень позволяет тебе выходить на какие-то заработки выше среднего по больнице, то есть, конкретному городу. Там тоже всегда была история такая, что если ваш уровень, скажем так, базовый или хороший, вы вступаете в конкуренцию с огромным количеством индусов, пакистанцев, вот этих ребят, которые научились делать леттеринг, ничуть не хуже, чем европейцы. И средний уровень, они бомбят прям очень массово. Там можно заказать все, что угодно. Вот принта на одежду до логотипа, они сделают все так же, но в два раза дешевле. И там сделают вам больше вариантов эскизы. Но, тем не менее, можно было выходить, и там достаточно было нескольких площадок, которые имели какой-то мировой охват, там, Инстаграм, Беханс, Дрибл какой-нибудь, да. И с этих площадок начинали потихоньку приходить клиенты. То есть, ко мне клиенты приходили через Инстаграм, и их было довольно много. То есть, у меня там до вот этих всех политических закидонов и до того, как Фейсбук начал гасить творческий контент, там гасить творческий контент. То есть, у меня шел постоянный перерост пользователей в Инстаграме, там добралось 15 тысяч, и где-то в среднем 1-2 запроса в неделю происходило. То есть, нужно понимать, что 1-2 запроса, конечно, не означает, что все они сработают, но за месяц это будет, сколько получается, 8 запросов, да, допустим. И если один из них сработает, вы, в принципе, могли заработать на этом одном опросе заработок месячных дизайнера российского. То есть, это было возможно. Со временем Инстаграм начал гасить творческие аккаунты, то есть, Инстаграму не нравится изображение, созданное в фотошопе. На самом деле, он очень любит фотографии, он очень любит видео, но если вы выкладываете буковки нарисованные, то есть, в виде шпига, который в своем фотошопе, там явно идут алгоритмы, которые минусуют вас, да, то есть, и у всех абсолютно людей, кто занимался творческими изображениями, у всех пошел охват. Я сначала беспокоился, что это только у меня, но если у меня охваты упали с 6 тысяч до 2 тысяч, то у людей, у которых было 40 тысяч, у них упало до 5 тысяч. То есть, ну, просто вообще. И там последние 2-3 года было несколько волн, когда люди, которые занимаются буквами в Инстаграме или иллюстрациями, пытались байкотировать Инстаграм, пытались хэштеги выводить, что там, типа, сколько можно, хватит терпеть. Была попытка создать какую-то соцсеть, которая выглядела как старый Инстаграм, но без алгоритмов Инстаграма. Там прокатилась волна, все, ходим туда. Ну, естественно, как бы никто туда особо... Ну, мы-то ушли, а народ не пришел. Смысла там большого не было. Ну, то есть, выход на зарубежные площадки приводил тебе зарубежных клиентов. Самые большие зарубежные клиенты приходят через Behance. Behance – это более сложная история, потому что там, это, наверное, последняя такая-социальная сеть сообщества, где идет некий профессиональный отбор контента. Ну, то есть, вот все, последний бастерон. И то, видимо, он идет тоже к завершению. Потому что вы можете быть уверены, что на 90% то, что рекомендует Behance – это качественная работа. Если вам повезло получить медальку от Behance, медалька от Behance – это говорит, что твой проект прошел внутренний Behance отбор, модератор посмотрел, и это попало в рекомендуемую зону Behance на одном из вариантов. Графический дизайн, фэшн дизайн, там, все, что типографика и так далее, и так далее. То есть, у меня половина моих работ, они туда попадали, и каждый раз, как бы, когда получаешь медальку, тебе в течение месяца пишут тоже один-два запроса в неделю с Behance, но это уже совершенно другого уровня клиента. То есть, там есть и рекламное агентство Запада, там есть и крупные заказчики Запада, которые мониторят вот эти галереи Behance победителей и к ним обращаются. Ну, то есть, разумеется, самый большой выход был, когда у меня моя работа попала на главную страницу Behance. То есть, в тот раз заявок был в два раза больше, просто, чем обычно. В Behance есть момент, что а, должна быть хорошая работа, б, обязательно ее нужно хорошо оформить, потому что нет такого, что ты просто букву на черном фоне поместил, без подписи, без всего, и она прошла. Нет. Даже если это букву на черном фоне, постарайтесь сделать так, чтобы там были текстурки, тенюшки, чтобы это доставляло эстетическое удовольствие. Модераторы сами профессионалы, они сами дизайнеры, но, как бы, никто не отменял вот этот поток зрителей, которые к вам приходят, которые смотрят и клюют все-таки на подачу. И вот я говорил, что 90% это профессиональная работа, а есть 10%, которые просто хорошо оформлены. То есть, на Behance куча проектов, ты заходишь, ну, господи, мама, не горюй, какие страшные буквы. Но они в 3D, они в макапах, они с тенюхами, они с анимацией. И за счет этого они набирают какой-то вес. Behance была хорошая площадка. Была. То есть, пока она работает, пока они рейтингуют, пока они не вступают особо в политические истории, но на данный момент времени обычные каналы получения клиента из рубежа, они обрублены. То есть, с Инстаграма, с февраля, мне просто больше не приходит никто. Ну, я, конечно, там позицию свою обозначил довольно ярко, но тем не менее. То есть, все, по политическим мотивам к тебе не приходят. Там Фейсбук просто гасит и удаляет твои работы. Ну, на Behance я пока ничего не выкладывал, но, как бы, я знаю по отзывам коллег, что бывает такое, что пишет, даже если напишет зарубежный клиент российскому, исполнителю, то там первым вопросом может быть, а как вы относитесь к... Вот. И тут уже, как бы, ваши моральные принципы, да, то есть, озвучивать, не озвучивать, как мы относимся. Что, в принципе, собой, ну, само по себе, для профессионального рынка, я считаю, ну, недостойно профессионального рынка, да, то есть, мы либо работаем, мы либо о буквах, да, либо мы о чем-то другом. Если о чем-то другом, то у меня к вам гораздо больше вопросов, чем у вас ко мне. Вот. Это, значит, первый момент, то, что каналы сужаются, приходы клиентов. Второй момент, то, что каналы получения денег просто накрылись. И если там первые месяцы я думал, что, может быть, все-таки как-то, ну, вот кто-то сейчас, вот там PayPal закрыли, что-то другое найдется. Нет, не находится. То есть, Пионер держался чуть дольше, чем PayPal. Ну, они там, хитрый такой момент сделали, они не хранят деньги русские, да, то есть, если деньги пришли, они сразу бываются. И тут уже проблема, в какой банк они упадут. И сейчас, по-моему, уже Свифт закрыли, даже с Пионера. Единственный рабочий вариант это заведение банковской карточки иностранных банков, ну, Казахстан, Беларусь. Тоже, я думаю, ненадолго. Вот. И тоже с некими проблемами получения как бы связан. И плюс прибавьте к этому транзакции, которые совершаются, когда вы получаете деньги откуда-то, куда-то. Маркетплейсы, те, на которых я продавался, они по факту, ну, просто для меня уже бессмысленны, потому что на каждом маркетплейсе, как правило, ограниченный выбор механизмов для вывода денег. И если там, например, доступна только американская чековая система или PayPal, да, то есть PayPal до русских просто закрылся. У него нет, он больше не существует. Вот. То получается, все, что приходит на маркетплейс, остается на маркетплейсе. Плюс еще есть такой момент, Creative Market прислал письмо, что, уважаемые русские пользователи, мы замораживаем вам выплаты, не пытайтесь перерегистрировать ваши магазины, не пытайтесь перерегистрировать ваши платежные аккаунты, ваши, ну, то есть ваши деньги будут заморожены по факту того, что ваш магазин был открыт русским пользователям. Точка. Да, есть еще более гнилая история о компании MyPhones. Это самый крупный сайт в мире по продаже шрифтов. То есть, у меня первая была негативная история, то, что один из моих шрифтов, который я закачал на MyPhones, он утек, попал в бесплатную библиотеку через день, через сутки. И я могу точно сказать, что он ушел именно с MyPhones, потому что на MyPhones была отдельная версия файлов, то есть, не с других паркетплейсов, именно с MyPhones ушел через сутки. То есть, я его выложил, через сутки я его вижу в паблике ВКонтакте, скачать бесплатно. Вот. И как бы пишешь, на MyPhones тебе никто ничего не отвечает, это ваши личные проблемы. Ну, то есть, и тут происходит некий диссонанс от компании в самой большой в мире, ты не ожидаешь такого отношения, плюс еще у MyPhones чудовищный сервис по закачке товаров. То есть, самый чудовищный, самый непрофессиональный из всех, кого я только видел. А я где могу. Вот. Это значит, подлянка номер один. Подлянка номер два, то что MyPhones вообще закрыл доступ к себе для русских пользователей. При этом, не закрыв магазины русских пользователей. Соответственно, на данный момент времени, что может делать Леттерер? Леттерер может обращаться к текущему российскому рынку. Текущий российский рынок это, ну, к сожалению, там менее 5% от того, что было раньше. Это груз-тоска. Это груз-тоска, да. То есть, номер раз, количество людей, которые заказывают Леттеринг, оно минимальное. Номер два, качество заказов, оно, прям плакать хочется, да, то есть, потому что вы попадаете в среду, где вы конкурируете с учениками курсов Анны Ройской. Ну, то есть, это прям дно. То есть, это люди, которые думают, что Леттеринг это буковки мелом на доске нарисованы и клиент, который приходит и заказывает, он по большому счету разницы между вами не видит. И вы конкурируете с людьми, кто там, давай за 1000 рублей сделаешь, не угодит. Больно. Морально. Вот. Как выходить из этого положения, куда идти в современном мире Леттеринга российского, я пока не знаю. Не знаю, не отдал российского Леттерера, который бы эту проблему для себя решил. То есть, эта ситуация общая для всех. Кому-то еще приходят зарубежные клиенты, кто-то еще заказал себе банковские карточки из Казахстана, но в целом на данный момент времени как профессия это исчезающий вид. Ну, то есть, я говорю, что раньше все можно было, раньше можно было зарабатывать на этом деньги, потому что вы фигурировали в зарубежном рынке, в зарубежном сегменте рынка. В российском рынке этих заработков нету. То есть, может, было бы корректно привести пример какого-нибудь леттеринг-дизайнера, который работает на государство и получает государственные заказы, у нас даже таких нет. У нас нет ни одного человека, который бы хорошо себя чувствовал, только рисуя буквы. Просто, вот по факту. Были раньше, сейчас уже нет. Если вы работаете в агентстве, как правило, вы делаете очень много чего с буквами не связанное. Нет, она именно как каллиграф, как летер. Для Москвы, вот она, для всяких дней города рисует слогами. Если, ну, Москва, Москва, а не Россия. Если вы в Москве, то там до сих пор, наверное, можно зарабатывать деньги. Я же говорю о том, в каких реалиях мы оказываемся, да? И вот мы оказались в таких реалиях, что рынок слопнулся. Как он разовьется, непонятно. Разовьется ли вообще? Ну, то есть, на данный момент времени можно пытаться продолжать делать то, что ты делаешь, но с прицелом на то, что перспектив у тебя, мягко говоря, не очень много. Вот, причем это не зависит от уровня ваших работ, что самое печальное, То есть, можно было бы надеяться, что выживут сильнейшие. Нет, скорее всего, сильнейшие не выжат. Скорее всего, выживут те, кто могли себе позволить делать лагонтипы за тысячу рублей. Вот. Такая история. Ну, и опять-таки, возвращаясь к московским студиям, и в принципе, вообще к дизайн-сообществу, есть картинка, которую успешный дизайн оттранслирует вовне. Успешный успех. Я сижу в большой студии, я делаю только успешные проекты, только то, что мне нравится. И есть реальность, когда он сидит в своей студии, и вырастает какие-нибудь флайеры, которые он никогда вам в жизни не покажет. Потому что важно, вовне показывать, что я делаю только большие и вкусные проекты, чтобы большие и вкусные проекты приходили к тебе. Как там происходит на самом деле, даже в том же самом Москве, мы не знаем. Еще раз говорю, я лично работаю с буквами больше 10 лет, я не знаю ни одного человека в России, кто зарабатывает на данный момент писанными или рисованными буквами. Будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Вот. Что не совсем накрылось? Не совсем накрылась типографика. Люди, которые создают буквы в виде наборных шрифтов. Но это изначально нужно понимать, что эта история, она существует в двух форматах. В форматах фрилансера, когда сидит один человек, делает шрифты, и его успех, в принципе, так же, как и успех Леттера, зависел от выхода на зарубежные рынки, потому что у нас шрифты в России не покупают в таких количествах, тем более шрифты, которые может сделать один человек. Есть студии, которые набирают команду на каждой со своей специализацией, которые могут делать большие продукты. Большие продукты хорошо тем, что они приносят большие деньги. И в отличие от предыдущих двух способов создания букв, чем отличаются лицензии на шрифт от лицензии на Леттеринг или на каллиграфию? Тем, что лицензию на шрифт можно продавать бесконечное количество раз, в зависимости от того, как вы ее продали. То есть, классическая история, что большая студия сделала шрифт, который постоянно продается, разным пользователям, а те еще платят разные лицензии. Вы купили шрифт, справа, ну там, до 500 тысяч показов в поле, ну то есть, что такое показы. У тебя на сайт заходит 500 тысяч пользователей в месяц, допустим, да, они просматривают твой сайт, люди видят этот шрифт. У вас там такая сумма денег, у вас больше, то есть, к вам заходит миллион пользователей на ваш сайт, да вам проще свой шрифт заказать, потому что вы заплатите за лицензию такие деньги, что вам не понравятся. Есть юридические отделы, которые занимаются использованием нелегальных шрифтов от больших студий, там, сам по себе отдел в состоянии принести денег больше, чем новые разработки, потому что штрафы, которые они выкатывают крупным компаниям, которые используют шрифт незаконно, они превышают стоимость разработки шрифта, но могут в 10 раз превышать. страховая компания по глупости использовала ваш шрифт с компакт-диска 10 тысяч шрифтов на одном компакт-диске поставила свои рекламные документы, к вам пришел юрист и предложил оплатить лицензию в трехкратном размере, вы отказались, тогда компания пошла в суд и сняла с вас в десятикратном размере. То есть, такие истории тоже есть у нас на рынке, но, опять-таки, да, это, конечно, привилегии больших городов, типа Москвы и Питера, но, тем не менее. Соответственно, этот большой продукт приносит большие деньги. Пока что, на данный момент времени, история большого рынка в России сохраняется. Большой рынок не схлопнулся. Большим компаниям по-прежнему нужны большие шрифты. По-прежнему банки, там, телефонные операторы, крупные здания нуждаются в том, чтобы к вам приходили и заказывали шрифты. Сейчас идет некая тенденция, когда пытаются продвинуть брендирование городов, ну, как бы, дизайнеры вообще, да, что каждый город должен иметь каких-то специалистов по собственному брендированию, по оформлению вывесок, по, там, внешнему виду зданий, в том числе по тому шрифту, который будет ассоциироваться у пользователей с вашим городом. История несколько притянута за уши, поскольку у нас, в принципе, культура дизайна в стране пока не нуждается в этом, да, то есть, вряд ли кто-то из вас может вспомнить хоть один шрифт, который ассоциировался бы с городом, да, то есть, эта история, там, не знаю, швейцарских городов, не американских городов, но никак не российских, но, тем не менее, как бы люди пытаются это все делать, разрабатывать. Вот совсем недавно был презентован шрифт для города Ижевска от компании Paratype, который был сделан совместно с ижевскими дизайнерами. Есть разработки для Екатеринбурга, естественно, есть разработки для Москвы, что-то пытаются продать Санкт-Петербургу, в Нижнем Новгороде даже близко, естественно, ничего нету. Ну, то есть, и, естественно, этим не может заниматься одиночка. То есть, профессиональный шрифт, который используется в наборных целях, ну, я думаю, не совру, если вам скажу, что он делается полгода и не одним человеком. То есть, он требует настолько много работы над собой, именно технической, что, во-первых, человек, который просто рисует, он психически не выдержит делать техническую обработку вот этого всего массива нарисованного, который нужен, чтобы трансформировать рисунок в наборный файл. Потому что там очень много идет то, что называется программирование. То есть, и в студиях есть люди, которые рисуют шрифты, есть люди, которые за этими, за ними эти шрифты технически погоняют, есть люди, которые могут набросать идею шрифта, есть люди, которые могут на основе этой идеи нарисовать все знаки, есть люди, которые программируют, есть люди, которые хинтируют. То есть, даже в рамках программирования шрифта есть подобности. И поверьте мне, как бы, реально такого, чтобы один человек сделал от а до я, их там по пальцам одной руки, наверное, можно пересчитать в России. Ну, и в принципе, это, наверное, не нужно. То есть, каждый должен заниматься своим делом. Вот. Эти компании, они до сих пор на рынке есть. Их, опять-таки, немного. Опять-таки, можно, наверное, уместиться в топ-5. Они продают свои проекты большим заказчикам. Этот рынок пока не слопнулся. Более того, с учетом санкций, наложенных на Россию, под санкции попали в том числе и шрифты. То есть, Microsoft запрещает свои шрифты использовать в компьютер, который используется в России. Понятное дело, что в наших условиях мы все равно будем их использовать. Нам не привыкать. Но какие-то моменты, когда пойдет импортозамещение, и госорганы будут переходить на шрифты, сделанные в России, оно уже потихонечку происходит. Как интересно, Google фонд закроет нам возможность пользоваться? На данный момент нет, но ситуация может пойти далеко. Все же на них держится пока что. Но, опять-таки, тут же вопрос насколько сильно в мире будет сохраняться правовое поле вообще. То есть, если нам просто все закроют, мы будем сидеть в России и думать. Нам все закрыли, но у меня есть пиратские шрифты. Я думаю, понятно, как мы будем. Вот Adobe перестал принимать платежи от русских пользователей. На что они надеются? Нам вообще несложно вернуться туда, откуда мы ушли совсем-совсем недавно. Только начали привыкать. Да, только начали привыкать. Хороший, но удобный. Но как будут к этому относиться госорганы, например? Может ли там позволить себе чиновник, что у нас будет использоваться воронный шрифт? Но, опять-таки, знаю российских чиновников, может. Потому что такая байка уже в рамках анекдота. Шрифт. За него лицензия не уплатила. Компания-разработчик подавала суд. Ну, я и не микнули, что, ребята, мы правовое государство, но не до такой степени. Горбитесь тем, что ваш шрифт украшается. Ну, потому что, опять-таки, компания из разряда наши шрифты, лицензия на наш шрифт будет зависеть от количества просмотров и использования этого шрифта. На самом деле, мне вот эта история с такого рода лицензированным не нравится. Как-то это очень странно. То есть, это еще заказчик должен думать, а сколько меня увидят, а сколько меня прочитают, а сколько там... Не выпущу ли я не 10 тысяч упаковок, а 10 тысяч одну, а как это все проконтролируют. Но, тем не менее, это практика общемировая, и она уже действует у нас здесь, в России. И можете представить себе, сколько купюр выпущено, какое-то количество, и какая-то должна быть лицензия. Касательно, как бы, моего личного опыта, то есть, я вот не из крупной компании, я самостоятельный разработчик шрифтов. Очень долгое время я это делал по принципу, я помню, там, у китайцев, у японцев, там, делать добро, бросая его в воду просто, потому что, ну, больших денег, конечно, там не заработать. Мы пользуемся с удовольствием. Да, спасибо. Вот, ну, то есть, раньше как можно было делать? Раньше можно было создавать шрифты, загружать их на зарубежные маркеты, из зарубежных маркетов, в принципе, шли продажи. Тоже там не было космических денег. Но, если, например, вы сделали шрифт, который очень удачно зашел бы на, там, ликероводочную продукцию, дизайнер мог получать с него, там, какие-то ежемесячные отчисления, довольно неплохие, потому что покупали бы часто. Сейчас не может. Кстати, не было нужды делать кириллицу, потому что кириллица не давала даже плюс один процент к продажам вообще. На данный момент времени, с учетом того, что вот эти шрифтовые истории, вот эти зарубежные банки, эти маркетплейсы все закрылись, куда денутся наши внутренние индивидуальные разработчики шрифта? Только примыкать к большой студии. Вот, потому что мы сейчас оказались перед историей, когда нам нужно, мы могли бы сбежать на какую-то отечественную площадку по продаже шрифтов, а ее нет. В идеале, это должно быть, конечно, любой должен прийти, иметь возможность загрузить шрифт и уже там в коммерческой борьбе смотреть, да, конкуренции. Кто выживет, кто не выживет. Потому что, если кто-то будет решать, насколько хороший мой шрифт, я бы не хотел, чтобы это были те дяденьки, которые у меня тоже, ну, как бы, там, не касательно протайпа, да, но касательно шрифтовиков наших, да, топовых. У меня к ним очень много вопросов. Прямо очень-очень много вопросов. Они критикуют, как бы, очень многих за неправильность построения кириллицы. У меня к ним вопрос, а кто вы такие, чтобы правильно кириллицы определять? Ну, вот, кстати, да, вопрос такой интересный. Да, и когда... Да, и когда у меня, например, приходит футбэк, вы неправильно буквы нарисовали, а я готов поспорить, правильно оно или нет. И я не готов мириться с вашим авторитетом, что вы, ну, вы вправе это определять. То есть, рынок, он на той рынок, чтобы в нем не было вот этого игры в преподаватель-ученик. Я не ваш ученик, я хочу продавать на рынке. А там все-таки такая вот какая-то история кастовости, элитарности, она присутствует. Я ее вообще не хочу. То есть, я как дизайнер развился исключительно, потому что я никогда в жизни не играл в эти игры. Там ученик-преподаватель. Я выходил на рынок, вот моя работа. Дальше уже клиент определял, как бы достойные каких-то денег или нет. И там, если ко мне приходит компания Canva и покупает 12 моих шрифтов, то там мнение какого-нибудь московского шрифтовика, заседателя всех шрифтовых фестивалей, который знает, какая правильная кириллическая буква, какая нет, меня абсолютно не волнует. А ты не думаешь, что при таком подходе мы придем к появлению вот учебников, а я, как ты говоришь, это рольских. Ну, то есть, когда шрифты в массовом пользовании появятся, вот такие кривые косые, на реставрной облаке, если нет вот этой цензуры вот этой подходящей. Вы не можете регулировать рынок по собственному вкусу. Рынок на той рынок. Все, что вы можете делать, это показывать, что крутые вы. Вот, ну, то есть, там, делайте тот продукт, который, ну, блин, в конце концов... Ну, ты просто будешь не конкурентоспособен, да? Ну, не шрифтовик. Ты окажешься, что мы сейчас окажемся там среди вот этих вот запросов за тысячу. Окажемся. Окажемся. Ну, конечно, окажемся. Но более того, так оно и было. Ну, в мире-то оно так и есть. В мире нет никаких высоколобых дяденек, которые решают, какая латинская буква правильная. Все точно так же делают шрифты, которые по каким-то там критериям становятся популярны среди больших брендов или становятся популярны среди массово-низкого покупателя. И там абсолютно нормальная история демонстрирует снобизм к шрифту Comic Sans и говорить фу-фу-фу, какой плохой шрифт. Это же он как бы каждый порядочный, уважающийся шрифтовик должен это делать. Говорить, какой плохой Comic Sans или какой плохой лобстер. А лобстер, извините меня, он разошелся так, как мало кто разошелся и свои задачи выполнять на 100%. Я не хочу, чтобы дядя какой-то говорил, что он плохой. Пусть люди как бы решают. И в конце концов, то, как будет выглядеть буква, в конечном итоге будут люди определять, а не этот дядя. Но вот эта вот элитарность в шрифтоделании, она меня просто вымораживает. То есть это, опять-таки, правильную букву нельзя замерить, что генциркулям. Она правильная только, когда ее люди считают правильной, а не какой-то дядя с дипломом. Будут ли меняться буквы? Да, конечно, будут меняться. Они меняются на протяжении тысячелетий, как бы никто от этого не умирал. И как-то я сделал пост, что если проблема с типографиками, с буквами в России, с кириллицей в России, проблема есть, но только у тех, кто эти буквы делает. У тех, кто им пользуется, проблем вообще нет никаких. То есть ни одному человеку не больно от того, что Кернинг неправильно в шифте, ни одному человеку не больно от того, что там буква неправильно нарисована, берет и пользуется. И опять-таки, правильно-неправильно, это исключительно массовое спотребление. И если уж про историю говорить, то спор был, да, то есть я мог бы привести массу исторических примеров, когда все было далеко не так, как сейчас, и люди тогда считали, что было правильно. И там те же самые буквы, которые у нас в России, и мы им пользуемся, 50 лет назад по-другому выглядели. И 50 лет назад люди были уверены, что и так правильно, а сейчас они говорят, что так неправильно. Но заметь, что с Кернигом там все-таки не было проблем. Нет, с Кернигом, конечно, нет проблем, и это один из тех факторов, который будет подсознательно человеком, ну, как бы считываться, да, то есть типография, например, не придет и не купит шрифт, который с плохим Кернигом не поставит, потому что им будет больно, да, то есть это поставят наборный шрифт, увидят, что там нет Кернига, и там стошнут всех, и разработчиков, и прочих, и они все равно придут туда, кто сделает хороший Керниг. А то, что менеджер магазина скачает себе шрифт, пусть он убирает на свой вкус. В конце концов, есть стереотипы, которые формируются от массовости употребления, никуда от этого не уйти. Какие-то шрифты будут ассоциироваться с дешевыми магазинами, какие-то с дорогими магазинами, ну, в смысле, с видом бизнеса дешевым или дорогим. Или там вот, возвращаясь к каллиграфии, ну, произошло страшное, да, из-за обилия плохой, повторюсь, женской каллиграфии, произошло так, что она сформировала новый стиль. Вот просто по факту есть стиль, который относится к каллиграфии, хотя это просто письмо, это не каллиграфия, то есть там нет такого качества, которое позволяло бы это письмо относить к каллиграфии. Но этот стиль сформировался, этот стиль уже преподают, он воспроизводится. Нравится мне это, не нравится мне это, ну, как бы, пофигу. Главное, что у массы, в первую очередь женщин, появилась возможность прийти и применять свои навыки в письме таким образом, получать от этого удовольствие или зарабатывать на этом какие-то деньги. И, там, будучи объективным, я не хочу позиций, когда, там, Саша Шиманов будет говорить, нельзя такой стиль преподавать, уберите товары с таким стилем письма. А они самые массовые, вот из каллиграфии они самые массовые. Вы откройте любой мартин-плейс, в первую очередь вы увидите товар, оформленный вот этим непрофессиональным стилистическим письмом округлом, хоть трезненьким. Вот, рынок решил, так и должно быть. Это нормально. Не всем, там, быть цапцами-цапцами, там, великими каллиграфами и прочее. Люди должны иметь возможность использовать все, что есть. Как-то так. Поэтому, возвращаясь к коммерческой истории, что будут делать шрифтовики, которые были фрилансерами, которые делают шрифты сами для себя, я не знаю. Вот, последнее, как бы, на чем закончилась, я считаю, моя шрифтовая карьера. Та же самая компания Canva, которая купила мне пачку шрифтов моих за большие деньги, самый большой заработок в жизни моей вообще был. Они мне прислали письмо, вы не имеете права разглашать информацию о том, что вы продали нам шрифты, что ваши шрифты продаются у нас. Ну, до что я. Вот так вот. Как бы, это вот просто то, что они не хотят никаким образом нигде ассоциироваться с российскими, как бы, резервами. То есть, договор-то прошел? Нет, там все, там, там оплата прошла. Да, они же, там, деньгами обменялись. Да, конечно, конечно. Это уже пробка. Ну, это тогда, да, это, конечно, с их стороны, это в высшей степени просто. А тут, нет, тут было подчеркнуто, вот с этим сайтом было подчеркнуто, что мы не хотим русского разработчика иметь в этом. Вот, а так, да, как бы, NDA, то есть, договор о неразглашении, это практически, там, на 90% крупных заказов. Есть NDA. То есть, там, топ-10 моих самых крупных заказов я никогда нигде не смогу выложить. Вот, там, друзья, я не могу о них сказать, например, а вот вам рассказывать уже не могу. Вот, такая стандартная история. Вот, это сделается для того, чтобы студия, которая взяла этот заказ, чтобы их клиенты приходили к студиям, а не приходили к конечным исполнителям. Потому что у нас очень часто, когда студии, которые вот прям с самыми известными мировыми, ну, российскими именами здесь, в России, они обращаются, на самом деле, к фрилансерам. Вот, кто-то скрывает, кто-то не скрывает, ну, вот, это такая практика. Ну, как бы, я по профессию все рассказал, наверное, если у вас есть какие-то вопросы, давайте. А что вы чувствуете, когда, вот, допустим, топ-10, да, ваших работ, и вы можете об этом говорить только в узком-в узком кругу? Вы уже все равно что-то испытываете, вам же хочется поделиться этими проектами? Ну, это, как бы, это да, ность, это... Есть парочка проектов, про которые прям очень сложно молчать. Прям вот очень сложно молчать. Но, ну, это просто честное слово, да вы дали честное слово. Ну, как, что будет с честным словом? Я сдерживаюсь. Вот, вот так, ну, не страдаю от этого. Так, немножечко червячок. Просто грустно, да? Ну, червячок там толзает. А если бы вы знали, что это сделал я? Я могу рассказать про крупный заказ, на котором у меня был NDA, он очень смешной. Это было давно, тоже лет, ну, больше десяти назад. Ко мне пришла московская студия, которая дала мне заказ. Ну, то есть, там был тендер еще до появления госуслуг. Разные министерства разрабатывали, электронное правительство России. И вот одно из министерств делал проект, который не стал госуслугами. Он где-то там остался в дебрих. Вот, и нужно было сделать для него логотип. Там участвовало очень много людей в тендере. Более того, тендер был оплачиваемый. Пришло ко мне агентство, говорит, давай, нам нужно максимум вариантов собрать. Очень много. Говорю, слушайте, я вообще не хочу логотипы делать. На тот момент время занимался сайтами. Я порекомендовал всех твоих друзей, мои все друзья, которые делают все эти логотипы. Проходят две недели, они возвращаются, говорят, слушай, давай тоже что-то попробуешь. Ну, ладно, ладно. Нарисовал один вариант. Отослал, они пропадают на полтора месяца. Возвращаются, говорят, знаешь, твой вариант прошел первый этап отбора. То есть, там какой-то пол из десяти логотипов проходит во второй этап и нужно доработать. И присылают мне 30 правок по логотипу, где первые 15 пунктов противоречат следующим 15 пунктам. То есть, как это обычно бывает. Посмотрела секретарша, написала замечание. Посмотрела директора, написала замечание. Посмотрела бухгалтера, написала замечание. И все это еще не в одном ведомстве, а в нескольких. Ну, естественно, человека, который бы прочитал это все, понял, что это все бред. И сказал бы, там, 15 свечерки, 15 составляй, такого не было. Скинули мне все, и я почитал такой. Да ну нафиг. Я же изначально отказался. Я говорю, слушай, я не буду это делать. Говорю, давай так, поступи, ты мне какие-то деньги заплатишь, вообще не ванну какие, и забирай дело с ним, что хочешь. Уроды, как хочешь, мне плевать. Он говорит, 10 тысяч, ну, это нормально. Я говорю, да пофигу, давай 10 тысяч. Он мне заплатил 10 тысяч. Я, значит, с логотипом не спрощался, забыл про эту историю. Проходит то ли два, то ли три месяца. Он говорит, ну, если тебе интересно. Твой логотип занял первое место. Я говорю, а покажи, что вы с ним сделали. Он говорит, нет, вот как ты его сделал. Так он и занял в том виде первое место. Я говорю, прикольно. Он говорит, у нас с тобой как бы закрыто все. Я говорю, я же сам тебе отдал за 10 тысяч. А поскольку история была государственная, то есть я потом увидел сумму, которую выделили на разработку логотипа. 400 тысяч. Куда они ушли? Вот этому товарищу. На правке. Вот, то есть вот такого рода вещи я могу рассказать. И как это ни странно, вот эти вот самые известные NDA-вские вещи, они не связаны прямой с большим деньгами. То есть не всегда так происходит. Вот, просто, не знаю, может прийти фирма, которая занимается узкоспециальным дизайном, которая обслуживает там очень известные бренды российские, прям очень известные. Вот, но больше деньги за разработку того, что делаешь шты, получают они. Потому что они бренд в этом направлении. Вот, они покупают там техническую работу. Саша, как ты считаешь, вот эта сумма 400 тысяч логотипа, она вообще обоснованная? Конечно, нет. Конечно, все, что связано с распределением денег через подобного рода проекты. Я даже сейчас говорю не про государственные там... Вообще, в принципе, заложеные. Нет, нет, конечно, нет. Вот эта вся история, что там мы сделали фирменный стиль за 3 миллиона, это все настолько... Я почему-то цифры все время ввозу в какой-то... Да, конечно. То есть, как правило, это вещи, которые можно сделать там за день. Ну, вот я и говорю, я уже по большей части иллюстрацией занимаюсь. И у меня... Я когда начинаю сравнивать, да, сколько на рынке стоит иллюстрация, сколько стоит логотип и трудозатраты, но эти же вещи вообще не сопоставимые. Не сопоставимые, абсолютно. И почему такая несправедливость? У меня прям вот это всегда... Поэтому, если ко мне приходит заказ, ну, логотип, то я даже теряюсь, я не знаю даже, какую цену называется. Потому что я могу его реально, я могу его сделать за 10 минут. Ну, нет, это хороший вопрос, кстати, к вопросу ценообразования. Обычно, кстати, молодые дизайнеры сдают совсем прям, которые только-только начинают. Есть направление А, неправильное, непрофессиональное, когда якобы существует какая-то верная цифра за тип продукта. Мы приходим за логотипом, и логотип не может стоить там дешевле 30 тысяч рублей. Я не понимаю, как это может быть, поскольку логотип такая упрощает. Это мини-иллюстрация, а иллюстрация может быть какая угодно. Может быть та, которую ты нарисуешь за час, а может быть та, которую ты будешь рисовать месяц. И стоить это одинаково не может. Это все равно, чтобы прийти в салон, сказать, я хочу машину. Как бы тебя спросят, какую машину. То есть, скажите, сколько стоит машина. Вам какая машина, неважно. Сначала скажите, сколько стоит машина, потом я вам скажу, какая. То есть, ты называешь цену. С одной стороны, у тебя могут попросить старые Жигули, а с другой стороны, у тебя могут какой-то суперспорткар попросить. И ты с этим ценником до того, как ты узнаешь, какую машину человек хотел, ты не угадаешь. Соответственно, либо ты переоцениваешь свою работу, либо ты недооцениваешь. То есть, тут вообще без вариантов. Поэтому нет фиксированной цены за логотип. Всегда нужно понимать, сколько времени примерно может уйти на его создание. И тут второй момент всплывает. Что делать с теми людьми, которые делают быстро? То есть, я всегда всю жизнь рисовал очень быстро. Потому что там мои коллеги могли делать неделю, я мог сделать за день. Но это же не значит, что моя работа стоит как день моей работы, а не как неделя моих коллег. То есть, и приходилось выводить нечто среднее. То есть, у меня сейчас в голове какая схема. То есть, я примерно представляю, сколько я должен заработать в месяц, чтобы выжить. Вот приходит проект, он займет у меня... Какое-то грустное слово бы сказал. Выжить. Да, выжить. Причина к тому, да? Неосознанно. Нет, я к тому, что ты же заработать должен не только, чтобы выжить, но и чтобы прийти в автосалон и купить себе какой-нибудь автомобиль. Ну, в этом плане я не тот человек, у которого можно спрашивать секреты успешного коммерческого успеха. Я себя продавать не умею. Ну, соответственно, я вот просто представляю, что я это буду делать там 4 дня. Представляю свою текущую загрузку, да? То есть, сколько моей жизни займет данный проект, вот у меня месяц... И сколько в рамках вот этого месяца жизни мне нужно от него получить. Примерно так. То есть, тут тоже, да, может иногда происходить переоценка. Иногда наоборот недооценка. То есть, да. Не, ну, тут, естественно, нужно обсмельчивать справки отдельно, да? То есть, ты обговариваешь количеством итераций, это очень сложно психологически. То есть, нужно быть таким прям Iron Manом. Там приходит, ну, а может вот тут вот это. А ты понимаешь, что ты, в принципе, уже все по итерациям отработал. И тут вот это, оно, конечно, хоть и немного, но все уже переходит за рамки. И ты либо Iron Man и говоришь, давайте мне еще, плюс столько-то денег. Либо ты прогибаешься и делаешь. Идеальный вариант, но он невозможен в реальном практическом мире. То есть, мы все прекрасно понимаем, что Легдив продает не потому, что он делает хороший резайн, а потому, что он создал бренд от Уби Легдива. То есть, ни работа его нейросети не стоит тех денег, за которые платит. Ни экспресс-дизайн не стоит 100 тысяч рублей. Там, если у вас есть 100 тысяч рублей, идите в любую, там, более-менее раскрученную дизайн-студию. За 100 тысяч вам нарисуют 5 суперкрутых вариантов. Вы сами выберете тот, который вам надо, да еще и справками. Или найдите фрилансера, вам точно фрилансер сделает 5 крутых вариантов за 100 тысяч, 100%. И, как бы, вот, когда ты говоришь эту историю, так, ну, он берет какую-то маржу. Ну, давайте вспомним, что у Лебедева фиговы тучи квартиры по России, обставленные нанятыми дизайнерами, и он ездит по всему миру путешествует, куда-то там на путешествие может идти, там, несколько, там, может, даже десятков миллионов рублей. То есть, давайте предположим, что маржа там даже не 50%. Скорее всего, маржа там большая, поэтому там нет такого, что там целых 5 дизайнеров трудили. Там трудились целых 5 дизайнеров, а еще Лебедеву нужно было купить квартиру в Сочи. Вот. Поэтому, нет, эта сумма, она не является объективной, адекватной. А условия, по которым клиент получает один логотип без доработок, без проблем, они идеальны, они хорошие, я бы тоже так хотел. Да, круто. Ну, тут, опять-таки, это нужно уже идти на лекцию, как успешно продавать себя. Вот, я не умею успешно продавать себя. Лебедев имеет. Да. При этом Артемий Лебедев не дизайнер. Вот в моей голове я ни разу не видел хорошего дизайна за авторством Артемия Лебедева. То есть, все дизайн работы, которые руками Артемия Лебедева сделаны, это посредственная работа. Человек просто успешный создатель дизайн-студии. Он хороший директор. Айтем, он просто как топ? Нет, он же когда-то что-то трясал. Конечно. Вообще ничего не видел за авторством Лебедева. То, что руками Лебедева было сделано, чтобы он сказал, да, этот человек стоит свои деньги. Как маркетолог, как рекламщик, как блогер, да, своих денег стоит, как дизайнер, нет, не стоит. Поэтому тоже тот момент, быть как Артемия Лебедева, это значит быть не дизайнером, а быть продажником. Вот, и эта история, уметь продавать и уметь делать, она немножко о разных вещах. Люди, в которых это все совмещается, их крайне мало, в принципе. Потому что ты либо продаешь, либо ты ее творишь. Шрифт. Лицензия шрифта защищает неизображение шрифта. Да, то есть, мало увидеть картинку, где стилистический шрифт вот твой, человек мог перерисовать его руками, например. Вот, если это какой-нибудь там гротеск, да, опять-таки попсовый, там форматы одни и те же, и мало кто из непрофессионалов влечит один гротеск от другого. Вот, то есть, он мог там на скриншотить картинки, поставить их, оптрейсить, например, да, тоже получить. Защищается лицензией файл шрифта, установленный на твоем компьютере. И, соответственно, как далее, да, все, что им сделано. И как это решается в юридических спорах? Если ты нарисовал шрифт, на тебя подали, ну, в смысле, использовал шрифт в логотипе или там в каком-то документе, там, как заголовок, как в упаковке или что-то. И есть риск того, что он напрямую стырен или там просто подобный подается в суд, суд назначает экспертизу, специалист проводит экспертизу. Если он доказывает, что там 80% геометрии знаков совпадают с шрифтом исходников, это значит плагиат, это значит заимствование. Если геометрия не совпадает на 80%, а, допустим, 75%, это может быть повторение. Вот, то есть просто по факту, как бы вот этого шрифта, если ты его прессовал сильно, но там сохраняете какие-то стилистические подробности, тебе предъявить ничего не могут. Потому что если там ты изменила 25%, все, это законченное графическое произведение твое. Не, ну я считаю, что это нормально. То есть ты взяла какой-то, ну, шифтовики, они же тоже не из воздуха берут форму, да? То есть там есть какие-то исторические источники, да, там, колонна-троян не может подать в суд на то, что шрифт прорисовывают. Но так или иначе все обращаются к тому или иному источнику. Вот, например, там, компания ТАПТАП сделала шрифт а-ля Петр Первый, да, вот так гражданский шрифт. Я сделал шрифт а-ля Петр Первый. Мы же так или иначе смотрели оба на шрифт, который сделал дизайнер, который сделал для Петра Первого. Биландский мастер, да, то есть будут ли у нас отпадения? Будут. Вообще, мой первый шрифт, который я сделал, то есть, естественно, первый шрифт, который ты делаешь, он должен быть максимально простым, чтобы не получить геморрой в сборке файла, да, в комбинированных знаках. Я воспроизвел шрифт с плаката Родченко. Вообще без задней мысли. Я забыл, что он уже есть. Вот. Просто шрифт с Родченко, там все знаки отрисуем. Сейчас я их подгоню так, как они мне нравятся. Взял, сделал. Мне кажется, вот, я не сверял, конечно, но мне кажется, если его загнать, и... То есть мой шрифт называется Кооператив. Есть шрифт, который называется Родченко. Мне кажется, вот если их поставить рядом, разницу вообще только я увижу и создатель шрифта Родченко. По-моему, Сафаев его делал. Вот. Первоисточник один. Мы полностью скопировали шрифт из плакатов Родченко. Вот. Кто из нас стырил друг у друга? Я у Сафаев или у Сафаев? Ну, понятно, что у Сафаев раньше сделал, чем я. Но, тем не менее, я смотрел не на Сафаев, я смотрел на Родченко. Первые мои шрифты, они были репликами советских плакатов. Там палочные эти шрифты. Может ли кто-то другой сделать? Да, конечно, может. Кто-то еще может сделать такой же палочный шрифт. Вот. Никуда от этого не деться. Как это все будет решаться? Ну, в суде. Кто будет громче кричать, кто-то будет прав. Ну, вообще, конечно, тема такая. Вот эта вся юридическая казуистика со шрифтами, она сложная. Весьма. В общем, получается какая-то дурацкая ситуация. То есть, если, например, в логотипе нужно использовать тоже там гильветику, то получается, что тогда нужно включать стоимость логотипа, еще стоимость шрифта, либо немного поменять с тем, чтобы как бы уйти от этого. Но тогда это как бы нарушает задумку. То есть, тебе не нужно было ничего менять. Но приходится ради того, чтобы уйти от юридических моментов. Да, так и есть. Это всегда так и есть. Более того, например, когда западная компания к тебе обращается, там априори, один из мотивов обращения к дизайнеру – это получение юридически чистого продукта. То есть, ты подписываешь договор на передачу авторских прав на произведение, благодаря чему у них задница прикрыта. То есть, если там какое-то внезапное правообладатель появится, скажет, а вы мой шрифт, а вот у нас передача авторских прав, это все вопросы к нему. И тебе прилетит, не их, не компания. То есть, они к тебе приходят, потому что они хотят юридически чистый продукт. Это нормально, это логично. То есть, они тебе заплатили, не знаю, 50 тысяч рублей, чтобы не платить 150 тысяч рублей за шрифт на чужой. Так и есть. И касаться изменений, мне кажется, вносить изменения в шрифт – это корректно. В конце концов, ты же можешь даже не иметь файл шрифта, чтобы вносить в него изменения. Ты можешь увидеть картинку какую-то и на основе него какие-то знаки прессовать, какие-то знаки добавить. То есть, здесь твое творческое видение есть. И опять-таки, повторюсь, ну, крайне мало шрифтов, которые прям вот… Ну, никак не мало, но их мало все-таки. Которые прям вот авторские шрифты, и ты четко видишь здесь стиль автора. Так или иначе, все уже давно-давно нарисовано было, и мы воспроизводимся какими-то небольшими ограничениями какие-то вещи. Ну, то есть, там вот из моих шрифтов, например, есть шрифт, который имитирует иероглифы. Авторский ли он? Да, авторский. Есть ли такой второй шрифт, вот прям вот с такими формами, как мои? Такого второго шрифта нет. Но в основе-то что лежит? Иероглиф, который не я придумал, да? То есть, я просто его немножко переосмыслил. Если кто-то на основе моего шрифта сделает надпись иероглифическую, не используя файл шрифта, а просто воздохновившись моими знаками, там какой-то знак возьмет, какой-то дорисует, ну, вот я, например, не считаю, что я мог правильно предъявлять. Потому что я свой собственный шрифт именно так и создал. Вот. Почему я должен цепляться к другим людям, которые... Ну, как-то так. По выставке, вот из моментов, которые были, ну, как бы, с точки зрения дизайнерской профессиональной, контрастные для меня, да, то есть, проявились. Запрос идет к автору получения от него работ и приемка работ. Обращаешься к зарубежным авторам, моментальный ответ, и там буквально вторым-третьим письмом тебе приходят рабочие файлы. Ты просто идешь и их печатаешь, у тебя не возникает с ними никаких проблем, потому что они подготовлены, они уже созданы. Дизайнер просто взял их из папочки и тебя отправил, да, после лабора. Обращаешься к русским. Долгая-долгая переписка. Ой, а что вы на самом деле хотели? Ой, а какой формат? Ой, а что там еще? Ой, а вы кто? Вот это все. И там за ночь до того, как тебе нужно файлы в печать отправлять, тебе кто-то присылает. А еще и там в 30% случаев в качестве которых непригодных печатей. Все. Но ты думаешь, это почему так происходит? Я так подумала. Нет, мне кажется, это не в дисциплине. Это культура подобного рода мероприятий, то есть, у нас, если выставка... Вот, да, я тоже так подумала, что скорее всего, что там просто люди выставляют участка, да, участвуют во всем этом. У них, они уже знают, они уже... художника-фрилансера. Когда студии с тобой таким образом, ты такой думаешь, у вас, как у студии, никогда не возникало вопросов, презентации своих работ в печатном формате большом, конечно, травма. Ну, да, у нас меньше выставок, ведь у нас требования выставок какие-то специфичные, но вот такое, что там могут прислать тебе непечатный файл. Дивный новый мир современных технологий, когда печатать ничего не надо. Или, например, парень из Сербии, который меня вообще прям поразил, до глубины души. То есть, я как бы знал, что он хорошо решивает, я на него подписан, я видел, как я решила. Ну, то есть, я вообще думал, что он каллиграф. Вот, я присылаю ему запросы, он мне больше всех работ прислал в печатном качестве, идеально сделанное, просто идеально сделанное. То есть, вот, будь моя воля, как бы, может, выставку одному ему бы организовал, но он прям реально заслуживает. То есть, он прислал 10 шрифтов с крутыми подачами, все как надо сделано, ну, просто вот, поклон. Ну, ты помнил джорни, может быть. То есть, как вы считаете, какие есть перспективы, вообще технологии в рамках леттеринга? То есть, больше все-таки, как вдохновение какая-то стилистика или прям реально, может быть, ну, как вот с картинками. То есть, иллюстрации сейчас уже вполне готовые. А ты пробовал там словосочетание? Не ой. Ну, то есть, она... И аж слово? Она... Ази слова? Более-менее пытается имитировать типографский шрифт. То есть, там ни о каком леттеринге, художественном, там, каллиграфии, речи вообще быть не может. Вообще не понимает. То есть, вот эти вот буквы, это был запрос именно как букву в каком-то... Это был запрос как буква, причем там не было, ну, наверное, ни одной буквы, кроме буквы О. О, там шикарная. Которую бы она нарисовала так, как это буква О. То есть, она не понимает, что это за букву. То есть, там, букву Ш я получила с буквы W путем долгих итераций. На удивление, она даже букву Т не смогла. Вот, там, букву Г я получил путем переворачивания буквы Л. То есть, кириллиц она не... Она кроме латиницы вообще ничего не знает. То есть, ей бесполезно там задавать другие алфавиты. И, там, вот касательно слов. Как только ты... Буква, она тебе там примерно вот эти формы еще как бы это... Что-то там приблизительно похожее на А, приблизительно похожее на Т. Слово, она не понимает слова, масштабы слова. То есть, она может писать, она начать писать типографика, да? И, там, Т и П, она так более-менее напишет, потом... Вот такое вот все. Понятно, что это дело времени, и этому ее научат. И типографические решения она сможет сделать 100% в ближайшие полгода-год ее научат. Типографские штуки она будет творить. Касательно леттеринга, мне кажется, нет, поскольку в леттеринге очень много абстрактной такой штуки, абстрактных, визуально... Абстрактной гармонии, скажем так. Это только на данный момент времени тут человеческий мозг понимает, каким образом можно связывать буквы, каким образом буквы можно исказить. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Пока предпосылок не вижу. Пока вообще даже близко нет ничего похожего. Но! Вот я сейчас начал вам рассказывать, и потом подумал, что больше всего меня поразило в университете ведь не то, что она воспроизводит какие-то фотореалистичные вещи. Больше всего меня поразило то, что нейросеть оказалась ужасно хороша в генерации идей. Вот как бы фотореалистичные вещи это такая штука, да, там. То есть она может фотографии рисовать. Там я видел запрос. Там же все, что вы спрашиваете, оно вываливается в общий фит. Можно смотреть, кто что делает. И вот там, когда тестировали второй алгоритм запросов, он, видимо, строится уже на 3D-модели изначально. То есть если первичный алгоритм работал просто с ослеплением множества-множества изображений в некую единую массу, то второй алгоритм работал с распознаванием смыслов, с созданием 3D-модели, и эту 3D-модель уже потом докручивал мясом. И она на основе нее делала такие иногда очень хорошие фотки, иногда криповые, но фотки. Там кто-то запросил, там, Арнольд Шварценеггер в бикини. И выдает фотографию Арнольда Шварценеггера в бикини. Фотографию прямо с текстурой кожи, с венами, все. То есть она уникальная при этом. То есть нет такой фотографии Арнольда Шварценеггера в бикиниге. Забыл, какую мысль хотел сказать. Да, вот. А перед этим, да, вот первый алгоритм, он чем был хорош? Тем, что там можно было посмотреть запросы, которые были. И там присутствовало художественное видение. Вот то, что меня больше всего поразило. И там понятно, что большинство работ, там 80% прослеживаются некие единости, такой довольно криповый. Но она может мультики делать. И там понятно, когда кто-то запрашивает комиксы в стиле Марвела, она тебе рисует Марвела. Но там есть вещи, которые уникальные, которые нельзя сказать, что это там с Марвел или с Диснея сняты. Кто-то задает запрос «Мышь-рыцарь в пещере с сундуком на фоне там разрушенного пиратского корабля». Не уточняя, что это мультик. И я бы ожидал от нейросети, что она берет реальную мышь, реальные доспехи, одевает эту мышь-доспехи, реальный сундук, реальный корабль и лепит вот эту свою крепоту, которую она обычно делает. Но она нарисовала мультик, где мышь мультяшная, одетая в мультяшные доспехи с мультяшным сундуком. А когда мы говорим о мультяшности, мы же подразумеваем какую-то степень абстрактности мышления. То есть я рисую мультяшную мышь, я понимаю, что эта мышь может быть антропоморфной. То есть полностью искажая пропорции мыши, но при этом мы понимаем, что это мышь. То есть если она такие штуки может делать, то может она и добыть, доберется, конечно. Но пока не видел. Думать, переживать по этому поводу не буду. Вот уже появилась на Западе профессия оператор запросов. То есть кто-то за деньги предлагает создавать запросы, по которым университетка будет генерировать изображение. Потому что там есть живой язык, который вы можете написать запросы, получить изображение. А есть язык живой, дополненный командами каждой конкретной университи, которые позволяют добиться более лучшего эффекта. И я пока это не освоил, там есть какие-то команды, которые позволяют редактировать изображение. То есть то, чего сейчас очень сильно не хватает, когда тебе выходит какая-то картинка практически идеальная, ну там какая-то одна фигня. И вот попросить убрать эту фигню ты не можешь. Но путем команд, которые прослеживают итерации, можно говорить, от какой итерации брать что-то на развитие. То есть сложно, пока не освоил. Но такие люди уже есть, они уже работают. Как это все будет в будущем, не знаю. А это можно делать, а не читать? Да, конечно. Нет, пока все в открытом доступе. То есть файлы команд в открытом доступе, сиди читай. Единственное, что, поскольку это все делают программисты, естественно, там все написано нечеловеческим языком. Значит, не понятно. Поэтому подумрет ли наша профессия? Подумрет только угол. 90-е года были, 97-й год, то есть у меня в этом году 25 лет. В то время, как бы, граффити, это просто было составляющей хип-хопа, но не получали это в отрыве, как сейчас, когда там человек может заниматься граффити только или там только брэк-дансом. Начал слушать рэп, все, дорожка тебя унесла. Пошел танцевать, пошел рисовать, пошел там пластинки мучить. Я, поскольку всю жизнь рисовал, сколько себя помню с детского садика, начал слушать электронную музыку и рэп, соответственно, начал слушать рэп. В рэпе какие-то картинки идут необычные. Здорово, начал копировать. В 96-м году выменял журнал, первый российский, был такой Птюч назывался. Засталкиваем, нет? Я. В журнале Птюч была рубрика от команды WD Crew про хип-хоп. И там были напечатаны первые граффити работы в России, какие-то урбежные работы, такие бляси. И в 97-м году мне тетя подарила баллон один. Черные краски. И, соответственно, я с друзьями... Ну, как я пришел к другу на ночевку, она собрала сколько тогда? Три человека или четыре. И мы, значит, дождались с 12 ночи с одним баллоном. Вчетвером пошли на улицу, нашли там... А? Это в Чебоксарах. В доме, где жил самый известный рэп-исполнитель Чебоксарский, ну, значит, у него арку разрисовали. Это кто? Ну, была группа «Белые братья», и там жил Ленин по соседству. Такой чувак. Он до сих пор, кстати, поет. Вот. И мы ему арку разрисовали. Там рэп, хип-хоп, парни из надвинутых, значит, шапка на глаза, широкие джинсы. Ну, вот все, как полагать. Прямо поклассиво. Одной банкой краски четвером. Чтобы вы понимали, как бы может... Ну, это значит, что ты рисовал. Конечно, рисовал, да. Ну, там такие же шрифты тоже были, да? Ну, на тот момент времени как бы еще не было вот этой заморочки шрифты-не-шрифты. То есть на тот момент времени просто нужно было что-то рисовать. Соответственно, сразу же, ну, не сразу же, вот мы все это делотворим, приезжает экипаж милиции. И все, начинаются догонялки. За нами дойдут калашниковыми. Мы падаем в урх мокрые листвы. Час лежит в траве. И у нас бобик круги нарезает. То есть адреналина полной штаны. Все, вот так вот. Видимо, цепануло через это. Хотя я адреналин ненавижу. Вот самое дурацкое, что есть граффити, граффити – это адреналин. Мне он нафиг не нужен. Но какой-то вот импритинг произошел. И потом второй баллон. А, второй баллон я покупал, мне подарили деньги на день рождения. И там, все деньги мне подарили, я купил три банки краски. Вот, в этот момент времени. Вот так. С тех пор повелось. А шрифты, они как-то позже появились, потому что сначала отрисовали все подряд. Не было разделения на бомбинг, райтинг. Просто ты рисовал граффити, не рисовал граффити. Вот, а потом потихонечку… Стал как-то в это вникать и уже… Нет, не стал вникать. Не скажу, что как-то у меня там какой-то сознательный выбор был. Просто вот не находил кайфа в рисовании персонажей. Я рисовал, начал рисовать буквы. И персонажа – это мне на самом деле легче рисовать, да? То есть я могу их нарисовать в любое момент времени. А буквы у меня не получались. И вот тот момент, когда я стал понимать, как я хочу, а у меня не получается, видимо, меня спадает на то, что пробует, 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 пробует и пробует. Ну, то есть ты методом проб? Там, наверное, не было на чем смотреть, кто как делает, да? Нет, естественно, одновременно и на смотренность влияла. А где смотрел? Ну, тогда уже интернет появился. То есть там первые пять лет… Это какие годы? Ну, любые. То есть там первые пять лет, там с 97-го, конечно, делал полный шлак, да? То есть там потом переехал, ну, то есть в 98-м переехал Нижний, здесь с ребятами познакомился, здесь начали рисовать. А у тебя вот на тот момент, когда ты начал, когда тебе дали этот баллон, у тебя база-то какая была рисовальная? Обычная. Ну, сам, сам собой? Я нигде никогда ничему профессионально не учился. Я не учился в дизайну, я не учился каллиграфии, я не учился леттерингу, не учился в типографике. Мне, как бы, ну, не стыдно, но в принципе там не отдал учебник или какой-нибудь базовый там. Тексты я по этому поводу не прочитал. Я тоже спрашиваю, мама, мне, чтобы рисовать, мне нужно поступать в каком-нибудь художественную школу? Мне вообще, вообще совершенно… Вообще нет. Даже, я даже считаю, что иногда это даже вредно. Ну, нет, по поводу рисования и по поводу дизайна, мне все-таки кажется, что академическое образование, оно тебе дает основу. Вот, мое академическое образование, мне, ну, я так думаю, что во многом меня очень сильно, так сказать-то, меня квадратизировало. То есть я была вот такая вот, а меня так хоп, так не надо, хоп, так не надо, хоп, так не надо. И, кстати, я и в широком, как коридор, иду, а вот таком узеньком. И сейчас, то есть, ну, должно пройти какой-то определенный промежуток времени, там, опыта кучу набраться, чтобы понять, что можно вот и сюда завернуть, оказывается, и сюда завернуть. Понимаешь? То есть наоборот, пытаться из этого всего вырвать себя, выдернуть себя. Я понимаю, о чем ты говоришь. Очень многие, кто имеет академическое образование, говорят ровно то же самое, что и ты. Но я, как не имеющий академического образования, скажу, что мне его не хватает. И когда я вижу дизайнеров, которые получили академическое образование, я в их работах вижу то, чего мне не хватает. То есть там, легкость построения композиции, легкость подбора цветов, например. Это базовые вещи, которые у тебя палками учат на любом худографии, там, в дизайнер-культе эти. Ну, потому что на старте, вот на этих базовых... Потому что на старте... На этих базовых знаниях, не включая воображение творческое, просто на скиллах, которые тебе привели в ВУЗе, ты можешь создать какой-то продукт. Просто используя простейшую композицию математически, простейший подбор цветов классически. То есть это на каком-то подсознательном уровне впитывания. Интуитивно даже. Конечно, конечно. В тебе это есть. Ну, так это... Ну, так ты, когда сам это делаешь, ты же тоже... Ты же так же... Или ты учишься на опыте там каких-то... Нет, 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 подожди. Я могу придумать что-то крутое, но отключив мозг, на автомате сделать нет, не могу. Даже цвета подобрать не смогу на автомате. Понимаешь? И меня вот поразил выпуск из Минска, у вас факультета дизайна. Там как бы были девушки-дизайнеры, за которыми как бы следили. Вот. Я вижу, когда их выпускают, ну, да, такие сыроватые дизайнерские работы. Первый же год работы в студии, они начинают выдавать продукт, который, конечно, да, там не идеальный, но это нагло выше всего того, что делали как бы я и мои коллеги, которые не имели дизайнерского образования, работали там первые... один, два, три, четыре года. То есть у них просто база позволяет делать постер, флайер, работать со шрифтами гораздо лучше, нежели мы, которые всему этому учили там более кровью. Поэтому, ну, нет, я бы советовал. Но с другой стороны, есть феномен, когда вот люди, которые прям полностью на академизме, почему-то начинают восхищаться кривыми работами, что меня, например, не очень понятно. Потому что там легкость. Она кривая легкость. Ну... Но она кривая легкость. Я вот тоже всем рассказываю. На одной из лекций Тагира Софаева перед студентами он начинает там показывать образцы шрифтов, ну, там, шрифтов и леттеринга. И там кто-то комментирует. И он говорит, посмотрите, какая работа. Ну, как вам? Зал молчит. Ну, потому что нарисован хреново. Ну, прям хреново. Там прям отвратительный какой-то шрифт. Зал молчит. Он говорит, ну, здорово же сделаем. Потому что для Софаева... Он троллик любит вообще. Не-не-не-не-не. Может быть, это так. Для него, как для такого типографа, вот это все живое, новинку. А мне тут как раз вот это живое, я знаю, как оно делается. Более того, ну, давай там два стакана водки, у тебя так живо получится, невообразимо просто. А вот хорошо, математически, ровно, решающая задача... Культурно, да? Не получится. И это гораздо сложнее. Гораздо-гораздо. Поэтому, когда сейчас вот культивируют какую-то вот эту неряшливость там в дизайне, в оформлении, я вообще не понимаю, в чем ценность. Нет. Вот шрифты, когда я начал делать, что у меня не получалось? Мне всегда нравились графичные вещи, то есть минимум цветов. И стремительные. И у меня не получалось ни то, ни другое. У меня не получалось график, я все время выходил в какую-то живописность. У меня не получалось стремительность, шрифты всегда были какие-то такие сжатые. И я себя ломал там, не знаю, лет пять, наверное, да? Там сначала что-то там с цветами стал себя ограничивать, потом какие-то пытался делать элементы. Потом постепенно, постепенно я пришел к тому, что сейчас, ну, мне говорят, что у меня одна из узнаваемых особенностей моих букв, они вот такие все, разлетающиеся. То есть, ну, я это как бы в себе воспитывал. Поэтому там прийти к шрифтостроению такому классическому, ну, мне вообще как бы нет проблем с этим. Мне даже нравится отчасти. Там, кстати, голова часто отрубается, когда ты сидишь, буквы делаешь, полный набор, да? Полную кассу. Такая медитация. То есть, там креатива не очень много. Ты модуль рабочий поймал основной, и дальше ты модуль примеряешь. Так-так-так-так-так. То есть, у меня внутреннего противоречия нет. Мне не нужно, чтобы там чернила текли, вот это все. Ну, то есть, я для себя выбрал такое направление. И, кстати, люди, которые делают на шрифтах, как правило, вот такое, они в жизни, наоборот, никогда там либо граффити не рисовали, либо, в принципе, такие заучки, да? То есть, у меня какая-то компенсация творческих видео. Как раз вот при переезде я здесь купил себе набор кистей первых, которыми я пробовал что-то там рисовать. Смотрел я тогда на Серегу Шапира, смотрел на Антона Мизинова, то есть, вот на этих ребят. То есть, ну, даже слово леттеринг не знаю. Когда я начал рисовать, я слово леттеринг узнал. Ну, десятый, наверное, десятый-одиннадцатый. Ну, реально не знал такого слова. Соответственно, вижу, они что-то кистями рисуют, ну, такой, да? Тоже куплю кисти. И там был ужасный момент, я купил сломанный пентл, ну, то есть, у него он, кисточка была с самого основания сломанная, а я не знал, что она сломанная. И я, значит, что-то им сижу, пытаюсь писать, все выходит криво-косо. Ну, как криво-косо, там вот экспрессию такую можно сделать, а вот эту вот красоту нельзя. Тоже, видимо, меня на тот момент цепануло, а почему у меня не получается? Вот. Стал выкладывать эти вещи в Инстаграм, и мне стали там приходить, там, нарисую татуировку, нарисую там картинку. И там, если раньше в месяц можно было сделать два дизайна сайта и жить на этом, да? То есть, у меня как бы за два месяца приходит один заказчик на сайт, а остальное я добирал там пачкой вот этих вот моих мелких работ. И, кстати, они множились, множились, множились. И постепенно там на протяжении где-то, наверное, лет трех произошел переход меня от веб-дизайна к... То есть, у меня стали заказывать чисто буквенные вещи. Вот. Ну, на тот момент времени все-таки... Почему мои советы в этом плане не всегда могут быть релевантны, ну, как бы, нынешним ребятам? Потому что, когда я приходил в веб-дизайн, веб-дизайнер не был. То есть, я начал делать веб-дизайн. В 99-м году я первый сайт сделал в 2000-м. Где-то вот так вот. Соответственно, тебя, если ты знал, как рисовать дизайн хоть в чем-то, ну, у сайта, ты мог прийти в любую студию дизайна, тебя бы взяли, потому что вообще никто не представлял, что это такое. Флэш, когда он появился, я его выучил за одну ночь. Мне Димка Сухонцев дал учебник и сказал, завтра нужно сделать ролик. Вот. Я ночью так сижу, а на следующий день я делаю флэш. И это не потому, что там Дима Сухонцев монстр, а потому, что а нет в городе никого, кто может сделать флэш. То есть, Дима учебник привез из Москвы, да, как бы, ну, такая история. И с деньгами было все очень хорошо. Ну, прямо вот очень хорошо. То есть, я с таким количеством студий, в Нижнем на тот момент времени, наверное, не было студий дизайнер, с которыми я не работал как веб-дизайнер. То есть, все так или иначе ко мне приходили. Вот. Поэтому веб-дизайн на тот момент времени это была золотая ниша. Когда я начал делать буквы, в принципе, тоже, как бы, ну, буквы на дизайнер было очень мало, который делал и леттеринг. И тоже, как бы, это, ну, было востребовано. Сейчас, конечно, приходя сюда, уже там очереди стоят. Вот. И, соответственно, нерелевантно. Сейчас, наверное, нужно учиться пользоваться нейросетью. Вот. Ну, вот. Все, что могу сказать за профессию. Ни разу в жизни не пожалеешь этим заняться, потому что, ну, самая главная, наверное, это не зарабатывать большие деньги, а получать моральное удовольствие от того, что ты делаешь, потому что, ну, я когда из офиса последний раз увольнялся, в 10-й год был, мне исполнилось 30 лет. Я сижу в офисе, в офисе, в подвале, на улице лето. И вот мне вот в этот день 30 лет. Он такой, мне 30 лет. Я хочу гулять июнь месяц. На улице солнце. Я в подвале сижу. Я такой понимаю, что я не работаю, а я жизнь свою провожу сейчас, да. И вот с тех пор каждый раз, ну, то есть, тогда у меня сформировалось ощущение, что, да я не работу продаю, я вам продаю часы своей жизни. И оцениваю это как часы своей жизни, а не как логотип, там, букву или что-то. Соответственно, если я за тот промежуток своей жизни, когда я делаю вашу работу, получаю удовольствие, по большому счету деньги не так уж важны. То есть, мне это интересно делать. А если я каждый раз буду думать, ну, за то я получу за это, там, 10 тысяч рублей, наверное, мне будет тошно. Вот. Это так. Мы это оптимистично, в общем, мы ребят отрубим, если вообще я всю эту работу настройфакцию.